МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, друзья! Это шоу «Один в один» и меня зовут Александр Олешко. А меня Игорь Верник. Да, друзья, перевоплощения уже начались. С помощью нашей команды суперпрофессионалов мы изменили не только внешность, но и голоса. Ах, как мне не нравится мой голос. Ну да ладно. Наконец-то я вижу рядом с собой хорошего ведущего. А я, наконец-то, не вижу рядом тебя. Ой, как приятно. Думаете, мы сошли с ума, друзья? Нет. Все изменилось до неузнаваемости, и наши жюри тоже, хотя вы этого пока и не видите. Итак, в образе ведущего, актера, певца, шоумен Тимур Родригес. АПЛОДИСМЕНТЫ Телеведущую нового проекта на телеканале «Россия» с успехом сыграла талантливая комедийная актриса Марина Федунки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В образе оперной дивы, покорившей не одну мировую сцену, заслуженная артистка России, Марина Мещерякова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Обратите внимание, друзья, вы только посмотрите, какая тонкая, филигранная работа. Все проработано до мелочей. Ну, прям как настоящий. Сразу видна рука мастера, популярнейший актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Саша. Спасибо, Игорь. АПЛОДИСМЕНТЫ Этот сезон шоу «Один в один» называется «Народным». И на это есть причины. Перевоплощаться в звезд мировой музыки в этот раз будут самые талантливые фанаты шоу «Один в один». Наши зрители. А проявить себя им помогают звездные наставники, участники прошлых сезонов нашего шоу. Победитель выпуска автоматически попадает в финал, где ему предстоит доказать свое право на звание чемпиона нового сезона шоу «Один в один». Кубок проекта и главный приз – выступление на одной сцене с российскими и мировыми знаменитостями во время музыкального фестиваля канала России, который состоится этим летом в Сочи. А теперь, дамы и господа, мы начинаем! Ты знаешь, Саша, мне кажется, после того, как наши телезрители стали полноправными участниками сезона, остальные проекты будут поступать точно так же. В новостях вместо репортеров будут телезрители, в сериалах вместо актеров – телезрители, а Тимур Кизяков будет приходить в гости к звездам, а вот это будут опять переодетые телезрители. Да, это будет прекрасно, но пока этого все-таки не произошло, давай посмотрим, как Сергей Пенкин готовил своего подопечного к его же первому выступлению в шоу «Один в один». Итак, образ группы «Яла» – песня «Учкудук. Три колодца». Здравствуйте, меня зовут Авраам Карахан, мне 42 года, я с Узбекистана. Я с 11 лет занимался каратэ и, ну, многими восточными единоборствами, и до 25 лет я дрался на рингах, на боях без правил, чтобы заработать деньги. Когда я вернулся с очередного боя, у меня было лицо опухшее, избитое все. Мама говорит, сынок, прекращай драться. Ну, я всегда хотел петь, но это меня больше притягивало. Учкудук, три колодца, пусть над ним, пусть над ним светит солнце, ты в пустыне, спасительный круг, Учкудук. Группа «Яла» и песня, которую я очень люблю, «Учкудук. Три колодца». Вы должны сейчас спеть более эмоционально и более сильно, не стесняясь, попробуйте. На сцене это я сделаю лучше. Я вот просто перед вами, наверное, стесняюсь. Не надо, не надо стесняться, не надо. Учкуду ты колодца, защити, защити нас от солнца. К сожалению, музыкального образования у меня нет, но проект «Один в один» – это для меня огромный шанс, большой шанс появиться на большой сцене. «Горячий песок». Что-то голос не звучит, что-то хрипит. «Горячий песок». «Горячий песок». Что-то не звучит. Не звучит. Да. Что случилось со мной? Наверное, сорвал я его. Это очень плохо. Я даже не знаю, что мне делать с вами, потому что у нас уже вот-вот мы выходим на сцену, и как это все будет выглядеть? Надо лечиться. Значит, нужно идти лечиться. Немедленно. Из класса. Немедленно к фаниатору. Я испугался. Я давно к этому иду, но неужели это так все закончится, не успев начаться? Горячий песок. Горячий песок. Горячие губы. Воды был глоток. В горячей пустыне Не видно следа. Скажи, караванщик, Когда же вода? Кучку-тук. Три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг. Пучку-тук. Три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг. Пучку-тук. Вдруг дерево жизни Таинственный страж. А может быть это Лишь только мираж. А может быть это Усталость и бред. И нет Усталость и бред. И нет Усталость и бред. И нет Усталость и бред. Три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг. Пучку-тук. Любой в Учку-туке Расскажет старик Как город-красавец В пустыне возник. Как синее небо Сметнулись дома. И как удивилась Природа сама. Учку-тук. Три колодца. Пусть над ним, Пусть над ним Светит солнце. Ты в пустыне спасительный круг. Пучку-тук. Пучку-тук. Три колодца. Пусть над ним, Пусть над ним, Пусть над ним Светит солнце. Ты в пустыне спасительный круг. Пучку-тук. На шоу «Переоплощение» один в один Самые яркие, любимые артисты Это Порук Закиров Солист группы «Ялла» Авраам Карахан Здравствуйте, Авраам Как приятно видеть вас на нашей сцене Очень приятно вас поддержать за руку Вы волнуетесь? Я вот держу сейчас вашу руку Прям ощущаю сердцебиение, знаете, через руку Я тоже что-то ощущаю, но не могу понять пока, что я ощущаю Ребят, я вам скажу Вы просто оба наступили на оголенный провод Если вам кажется, что это сценический дым Нет, это как раз закоротило немножко там за кулисами Авраам, это первое ваше появление на сцене? Здесь? Да Сегодня? Вообще Сегодня второе А вообще? Вообще, да Чем вы занимаетесь? Я заведующий филиалом дома культуры в Барвихе А, вот почему у вас такой палатик непростой Не только, теперь понятно, почему так свысока вы общаетесь со мной, понимаете? А где ты там? Нет, я голову отпустил, видите, немножко? Я уважаю Я могу сказать, что Авраам мастер разговорного жанра Мне тоже кажется Вот, иногда Это его разговорил его наставник так Сергей Пенткин, мы с ним уже сколько времени разговариваем О чем? О многом, об этом нельзя говорить Врача членам жюри, срочно! Вас восхитило то, что Авраам и Сергей говорят о чем-то? Нет, вы знаете, что нас восхитило, что теперь, как бы, когда Сергей говорил кому-то И мы теперь понимаем, что главный шалун, вот, понимаете? Сергей, все-таки, о чем вы там говорили? Я так понимаю, вы песню Учкудук вообще не обсуждали, что ли? Как не обсуждаю? Обсуждали Ну что, не рассказываете? А, да, ну давайте так Жюри просто прийти в себя не может? Мои маленькие малыши, это наши жюри Серьезно, давайте так С чего началась ваша встреча с Сергеем? Вот первое, что он вам сказал, Авраам Сначала пожали руки друг другу Так, чтобы почувствовать момент Долго стояли, смотрели друг на друга И Сергей сказал, я знаю, что делать Вот, и с этого началось Друзья, давайте обратимся к членам жюри Потому что оказалось тут два номера в одном Сначала это вокальная история, потом разговорная Выбирайте, кто из вас первый будет восхищаться Слушайте, ну, во-первых, давайте поаплодируем Аврааму За его умение держаться на сцене Блестящие ваши ответы И спасибо за настроение Посмотрите, какое настроение у людей в зале Спасибо, спасибо Мало того, что не все артисты на эстраде умеют говорить В принципе, связывать слова в предложение Так вы еще прекрасно шутите Это очень-очень здорово И видно, какой вы воспитанный человек Вот это правда, это очень приятно наблюдать Я хотел сказать, что номер был блестящий Потому что я помню эту песню, я помню свое детство И как группа Яла пела эту песню И Фарук Закиров транслировал именно это настроение Вот это было просто один в один По настроению, по посылу это было очень точно Юрий Стоянов Вы очень одаренный, конечно, человек Вы знаете о том, что вы такой Это чувствуется Вы уверенный в себе Вы остроумный Вы замечательно представили ваш удивительный народ сегодня Все такое мудрое, спокойное, ироничное Уважительное, что ему свойственно Спасибо вам большое Спасибо Марина Мещерякова Схожесть, вокала И вообще вот этот номер Как вам? Ну, вы знаете, про вокал сложно говорить Потому что она настолько заводная песня Восточная вот эта такая вот Жаркость, наверное, так лучше сказать Она уже присутствует в самом начале И вот это вот все Это у вас было здорово Вообще вы похожи один в один Марина Федункев У меня с этой песней связаны такие воспоминания Где-то там лет 7-5 назад Когда я на такси добиралась И у нас на углу дома стоял Фарух И он меня подвозил всегда Ну, это уже был проверенный человек Он был ночью, мог меня забрать там, отвезти И всегда он говорит Я свои включу песни Но если не нравится Я включу, которую ты знаешь И он включал Уч-Кудук И я ее знаю наизусть Мариночка, раз ты рассказала такую историю А можно тебя попросить? Можно вас всех попросить Давайте, сегодня будет весь состав группы ИЛА на сцене Прошу вас Оперным голосом Уч-Кудук еще не пел никто Я хочу, чтобы вы посмотрели в глаза друг к другу Он 7 лет назад приезжал за тобой на такси Вот вы и встретились Из Фарух водителя Горячее солнце Горячий песок Горячие губы Воды бы глоток В горячей пустыне Не видно следа Скажи, караванщик Когда же вода? Все! Пуч-Кудук Пуч-Кудук Три колодца Защити, защити нас от солнца Ты в пустыне, спасительный круг Пуч-Кудук Пуч-Кудук Три колодца Защити, защити нас от солнца Ты в пустыне, спасительный круг Пуч-Кудук Спасибо! Марина, скажи одну фразу Это было один в один? Безумно похож Просто Ну, один в один Это Я аж проморгаться хотела Думаю, что До чего? До чего ж похож, зараза? Давайте поздравим, дорогие друзья Нашего участника Который блистательно выступил на этой сцене В образе солиста группы Яла Паруха Захирова Абрам Карахан Наставник Сергей Пенкин Это шоу первоплощений Один в один И мы продолжаем Вот ответь мне, Саша На довольно простой вопрос Да Я скажу, тебе хочется почувствовать себя старым? Спасибо, Игорь Мы с моей поясницей Прекрасно справляемся без тебя Да нет, ты просто Вслушайся Вот в этом году Песня Бритни Hit me baby Бритни Спирс Дома я называю ее Бритни Так вот Ей исполнилось 20 лет Этой песни 20 лет, Саша Вот у тебя есть что-нибудь старше 20 лет? Есть Что же? Ты, Игорь Прекрасно Знаешь что? Расслабься Просто успокойся Как-то выдохни И послушай One more time Бритни Спирс Ну, естественно Нашу версию От нашего участника Смотрим Бритни Спирс Очень, очень непростой образ Поэтому для этого номера Желательно, конечно, девушка Потому что я не представляю Как это будет делать мужчина Каким бы талантливым он ни был Всем привет Меня зовут Кольцова Маша 29 лет Город Архангельск Сейчас я занимаюсь музыкой Пишу песни не только для себя Но и для популярных артистов Сейчас меня больше знают Как автора песен Как блогера Но мне очень хотелось бы Стать топовым артистом Бритни, если мне не изменяет память Такая вся дерзкая Немножко такая вся Вот скромная Такая немножко даже Где-то чуть сжатая Это да Это на мне есть Что касается походки Да? Ну давай немножко мы Немножко так Раз Бритни Спирс А вот так, да? Давай, конечно Ммм, камон О май гад Ты сейчас идешь Просто как Алиса Брунна Френдлих В фильме «Служебный роман» У нас сегодня другой образ Да Максимально ты переходишь От точки до точки Угу Вот, занимаясь Все пространство Ну вот Толчилось? Ну вот, хорошо, да? На пути к успеху Когда я узнала, что мне достался образ Бритни Я так обрадовалась И думала, я все сделаю на 100% Потому что я же ее фанатка У меня же висели плакаты, календари Я смотрела все ее концерты, клипы Но когда у нас состоялась первая репетиция с хореографом Я думала, блин, во что я ввязалась Давай, сначала И Маш, в другую сторону, Маш В другую сторону вращения Еще раз Все, это же не все сразу Давай Ой, а эта рука почему? Одна рука, одна рука, Маш Так Маш, на правую руку, Маш На правую руку Правая, левая, покажи левую Так, левая Покажи правую У меня проблемы Дело в том, что я никогда не танцевала И сейчас, в короткие сроки Мне предстоит получить такую сложную хореографию Это для меня настоящее испытание В нос, в нос, да У нее голос такой, знаешь, как детский Как девочка в песочнице Балуйся, балуйся, балуйся Балуйся, балуйся Давай вот так вот поговорим Ну что, такой мультик Мультик Маша Да Ты где? Да, у нас не получается? Нет Нет, пока что Маша не получается Ну, я попробую Конечно же, я сейчас очень переживаю Пока мало что получается Но я очень хочу достойно показать кумира своего детства Потому что, ну кто знает А вдруг это выступление увидит сама Бритни Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 очень тяжело потому что мало того что тебе нужно петь тебе еще нужно сохранять тембральное соответствие с оригиналом и когда в куплете зазвучал я хочу сказать что это очень классная работа большое удовольствие смотреть такой номер и я еще раз хочу подчеркнуть то что бритни спирс никогда не делает номер живьем браво маша можно я попрошу вас об эксклюзивном подарке игорю вернику произнесите пожалуйста шоу один в один ведет игорь верник но только гуэлсон бритни если можно ну ка ну ка шоу один в один ведет ну что это было неплохо игорь причем почему-то маша пела имя игорь верник а мурашки по коже у меня пошли за ушами марина михерякова но я хочу сказать вы безумно похожи и вообще выглядели роскошно просто роскошно и по волосу и внешне и пластика и движения и конечно бритни спирс такой вот образ он такой вроде не женщина и уже не девочка да такая лолита скажем тогда и при этом вот эта сексуальность она такая ну на грани вы здорово это делали спасибо по голосу это было один в один спасибо спасибо большое марина фидунки но в силу возраста меня мало что связывать бритни спирс только то худею то полнею это вот что нас связывает наверное и второе скрип ну у меня суставные а у него но и маша ты правда кайфовая и спасибо ребятам балету да это было все очень гармонично спасибо спасибо вам большое юрий стоянов меня вот помимо каких-то вещей которые очевидны и что конечно двигаться и и петь наверное невероятно трудно думаю да а вы у вас даже одышки не было когда закончился номер я вообще поражен был вообще не было не представляете чего мне это стоит это неважно вы замечательная артистка если я вообще этого не заметил вот меня знаете что поразило что такой голос обычно можно воспроизвести только с помощью спецэффектов подсадить подскрипеть чуть-чуть вот этой мультяшности придать вы сделали совершенно невозможное вы живьем сыграли электронный голос я поражен как это невероятно трудно спасибо спасибо уважаемые жюри как много очень 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 вы получили сегодня от членов жюри это была бритни спирс виталий гагунский и мария кольцова присаживайтесь на наш звездный диванчик дорогие друзья его голос достояния нашей страны а его песни стали гимнами поколения его черная рубашка объект наследия юнеско в шоу один в один александр градский ну от нашего следующего участника образ александра борисовича градского номер будет очень очень достойно меня зовут скаринь его татьяна мне 26 лет я из я родилась в такой семье где все поют и с детства я пела под гитару вместе с дедушкой с бабушкой с родителями как-то мы смотрели с бабушкой собственную программу один в один и бабушка мы постоянно задавалась вот этим вопросом почему ты не там это же нужно очевидно вот и собственно можно сказать бабушкина мечта осуществилась и вот я здесь ничто на земле не проходит бесследно и юность ушедшая все же бессмертна сложно что я женщина пою женским голосом у него все-таки совсем другая постановка это такая академическая постановка это старая школа это гораздо сложнее все ну надо себя представить в этой как говорят мужиком да где растворяться песни я буду рядом с тобой и буду твоей поддержкой если что смотрим друг все что у тебя есть женская убери и сразу становись таким удар незнакомый прохожий нужно отказаться говорить вот таким вот приятным голосом все вот эти вот убрать вот эти вот глазки то есть нужно как бы чувствовать себя мужчиной только моложе да открывай не всегда мы 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 сюда мы тяни давай 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 да 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 мужик мужик я мужик скажи я мужик я мужик да у меня все при мне слава богу все думают что если ты наденешь на себя костюм очки парик сделаешь грим то ты превратишься в мужчину сразу же но на костюм надейся сам не плашай и я попытаюсь вжиться в образ этого человека а А глянись, незнакомый прохожий, Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, И юность, ушедшая, все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали Все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, Лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, И юность, ушедшая, все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренно любили, как верили в себя. Первый танк мы уже отыграли, И одно лишь сумели понять, Что б тебя на земле не теряли, Постарайся в себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, И юность, ушедшая, все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренно любили, как верили в себя. Не забыть нам, любимые лица, Не забыть нам, родные лица. Не забыть нам, любимые лица. Такое бережное проникновение и в образ Александра Градского. Великая песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Давайте пожелаем авторам здоровья, скажем, спасибо за их творческую дорогу. Скажите, Татьяна, как вы ощущаете себя в этом костюме? Величественно, я бы сказала. Величественно? Да. Юлечка Началова. Ваш наставник, давайте поаплодируем. Эта песня, скажет любой вокалист, она сложнейшая, потому что, как поет Градский, во-первых, так не поет никто у нас на эсаде. Это в трех октавах. Во-вторых, мы можем также отметить то, что на самом деле это милая, симпатичная девочка Таня. И когда ей помогли перевоплотиться с помощью грима вот в Александра Борисовича, ну, у меня уже были мурашки. И оставалось только просто собраться и сделать четко то, что мы договаривались сделать. Ну, давайте узнаем, насколько, так сказать, вы договорились. Оценки, правда, члены жюри пока свои не озвучивают, но ощущения могут сейчас нам рассказать. Марина Федунки. Я пыталась делать мужчину. Это очень сложно. Я пыталась женщину делать, женщину, вот более-менее у меня как-то получается. Я сострадала. Я думаю, да бедная ты моя, я же понимаю, в какой это шкуре вы находитесь. Вы актерски очень пытались, голосовод тоже вы пытались, да, но это величина. Градский это действительно, это величина. Это не Родригес, конечно же, нет же. Браво вам за то, что за вот, я не знаю, зачем вы его взяли. Это было поставлено в такие обстоятельства, и надо было делать. Марина Мещерякова. Когда вы вышли, вы потрясающе были, похоже, внешне. Когда вы запели, вот у меня сразу был такой, знаете, вот назад ход. Вы знаете, что он пел в Большом театре, Звездочета, и это прекрасный заливистый голос. Я обожаю Градского, обожаю. Потому что вот это вот ощущение, когда человек поет и выходит наверх, и он раскрывается, как цветок. У вас этого не было. Я понимаю, ваша задача была сложнейшая. Именно вот потому что такая песня еще. Поэтому, на мой взгляд, 50 на 50. То есть и вроде и похож, а и не похож. Юр, ну, я обращаю внимание, что в этом сезоне шоу «Один в один» – это впервые, когда женщина воплощает мужской образ. И мы прекрасно понимаем, что эта задача в разы сложнее, чем мужчине все-таки делать женский образ. Да, Юр? Это невероятно тяжело. Тем более, вам достался человек, у которого вокал – это что-то невероятное. Какой вокал? Но вы при этом, при всем находили какие-то, я бы даже сказал, не вокальные, а какие-то пристроечные такие были ноты, почти попадающие. И интонационно они были, как у Саши. А вот они были очень похожи. И это были не пропивные такие, а какие-то актерские кусочки такие. Было очень похоже. Танечка, слушайте, вы там сядете на этот диван, а мы же так и не узнаем, какой у вас голос. Ну, спойте, кусочек любой. То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, То моё, моё сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Представляешь, кто-то включил телевизор не с начала нашей программы, Видит Градского, который поет «Ой, Тони, вечер» Случайно включает это символы. На самом деле, главное, чтобы Градский это не увидел. Это да, да. Что происходит, ребят? Тимур. Мне очень понравилось, чтобы вы держали очень точное состояние. Потому что очень сложная песня не только потому, что высокие ноты особенные у Александра Борисовича, Да, очень сложная, потому что это история, которую нужно правильно рассказать. И держать внимание слушателя вплоть до первого тайма. И я хочу вам сказать, что я не представляю, как вам было вообще, насколько было тяжело, правда. Потому что когда хочется уже дойти до момента, где ты поешь, а ты продолжаешь рассказывать эту историю. Мне кажется, что это одна из самых сложных песен, в принципе, написанных на русском языке, когда-либо. Вот, поэтому вам за старания, действительно, еще раз аплодисменты. Работа налицо. Вот, я даже, знаете, хотел в какой-то момент принять позу Александра Борисовича, Как он, знаете, слушает других людей, которые поют, а хотел... Вот так слушать просто в какой-то момент. Но понял, что я вас расстрою, и вы подумаете, мало ли, зачем я над вами смеюсь. Мне хотелось слушать до конца. Спасибо большое за удовольствие. Друзья мои, давайте поблагодарим нашего замечательного Александра Градского за его творчество. Давайте поблагодарим наставника Юлию Началову. Татьяна Скареднева. Сделала потрясающую попытку превоплотиться Александра Градского. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья, на звездный диванчик. Спасибо, дорогие. Хочу напомнить всем нашим телезрителям, что только один участник сегодняшнего выпуска по правилам нашего шоу проходит в финал. Давайте дождемся, кто станет победителем. Вы смотрите шоу «Один в один». В этом сезоне на этой сцене с нами нет ни абсолютного победителя «Один в один» Алексея Чумакова, ни трехкратный ведущий «Один в один» Юлий Ковальчук. Но вы же знаете, у наших гримеров длинные руки. Именно так. Давайте посмотрим, как шла работа у Иракли и его подопечного над новой версией Алексея Чумакова. Образ Алексея Чумакова. Невероятно ответственно нужно найти самого лучшего во всей стране исполнителя, который сможет круто показать образ Алексея Чумакова. Здравствуйте, меня зовут Армен Хачатурян, мне 34 года, я из города Гагра, Абхазия. В основном работаю на корпоративах, в ресторанах. Пою, развлекаю публику, шучу иногда бывает. Счастье – это когда ты без звонка, можешь войти в мой дом и в любовь твою. Знай, что всегда, наверняка, даже когда не жду, я тебя люблю. Алексей Чумаков, как и я, начинал свою карьеру с ресторанов. В этом мы схожи, поэтому я думаю, что у меня все получится. Сумасшедший, крутой артист. Это, конечно. Но он еще мой друг, понимаешь, старинный. Я должен его круто подковать. Ты мне поможешь в этом? Да, да, да. Давай, договор, смотри. Он не только качает музыкальный, он еще качался, он такой, немножечко сол-любе. Ему тяжело это дается. Он такой, потом у него гравки домиком, два часа, он так поет, челюсть чуть вперед и… А вот этим делаем. Вот. Да! Да! Ну, Леха, берегись! Алексей Чумаков очень популярен в нашем городе. Давно вообще пою его песни. Сложности никакой не составляло. Никогда исполнять его произведение. Старая! Да, 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 да. Что такое? Не слышу, не слышу. А вы еще и без слуха, что ли? Что-то, да. Что-то с мать не умеет. Вы без слуха? А как сюда вообще попали без слуха? Я же говорю, у меня волнение такое прям… А что на сцене будет, если тут мы сейчас в ноты не попадаем? Что будет на сцене? Ну, извините. Подождите, пожалуйста. Может, мы откажем? Не-не-не, все-все. С третьего раза. Старая гитара! Поехали! Да, поехали! И! Это оказалось не настолько все легко, как я думал. Я понял, что я попал. О-о-о-о-о-о, смотри, Армен. Это черепаха тортила немножечко. Это не то. Нет, это такой, знаешь, полуджаз, полу… Вальяжный. Да, да. Он уже состоявшийся артист, он раскрепощенный. А я пока еще сколанный, такой маленький, неготовенький. У тебя есть все шансы на победу. Ну, кто нам конкурент? Ну, да, там Машка Кольцова, она крутая вокалистка. Ну, да, может показать. Да, все равно, какая Бритня с перстью? У нас есть свои, Леша Чумаковы. Поэтому ты, пожалуйста, сразу настраивайся и выгляди, как король с самого начала. Да, если ты так себя будешь позиционировать, значит, у тебя будут все шансы на победу. Давай-ка всех хвать. Ты со мной? Да. Вперед, мой дорогой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Хочу спеть для вас замечательную песню. Песня называется «Счастье». Я хочу поделиться с вами своим счастьем. Весь оркестр хочет поделиться своим счастьем. Слова там очень простые, друзья мои. Постарайтесь запомнить «Лау-ла-ла-ла». Возможно, вы ее слышали. Может, она у вас не звучит. Сегодня она прозвучит здесь. Поехали. Оу! Старая гитара И горячий ком И закатное вино Медленно листаю Книжечку стихов Все они лишь об одном Между строчек Замечаю, как скучаю по тебе По нежной красоте твоей Той, что наполняет Новым смыслом каждый день Счастье Это когда Ты без звонка Можешь войти в мой дом И в любовь мою Знаешь, что всегда Наверняка Даже когда не жду Я тебя люблю Ла-ла-ла-лай Ла-ла-лай Ла-ла-ла-лай Ла-ла-лай Выгрузим Ла-ла-ла-лай Ла-ла-ла-лай Ла-ла-лай Замахно не бриз Музыка не ветра И цветущую луной Ты вошла без виз, поселила сердце Даже если нет со мной Южный берег Ты открыла, не закрыть его теперь На нереальной высоте Звезд и планеты освещают путь тебе Пусть ко мне Счастье — это когда Ты без звонка Можешь войти в мой дом И в любовь мою Знаешь, что всегда, наверняка Даже когда не сну Я вас всех люблю Спасибо большое, спасибо большое Друзья, слова очень простые Поэтому помогите мне Счастье — это когда Чуть громче Спасибо Спасибо. На сцене шоу один в один Алексей Чумаков. Браво! Обласканный бесконечной любовью, мировой любовью, Армен Хачатурян. Но, Армен, думали ли мы, что Алексей Чумаков, который блестяще воплотил здесь столько образов, сам станет объектом для блестящего воплощения? А, браво! Дружище, это было просто потрясающе. Мы не члены жюри, но это было один в один. Ты видел, как Армен подошел к Марине и расписался еще в ее программе? А ты видел, как реагировал Ираклий. Спасибо тебе, дорогой наш наставник Ираклий. Ираклий, а иди, пожалуйста, к нам. Ираклий, конечно, просто прийти в себя не может от восторга и от счастья, что это его подопечный, и он это сделал. Это действительно так. Я счастлив, и Чумаков осчастливил не только всю эстраду, но и меня. Армен, у Леши Чумакова мы понимаем, откуда такая любовь к себе. Но откуда у тебя такая любовь к Чумакову? Армяне любят вообще друг друга. Я хочу сказать, любовь к Чумакову с самого детства. Ты вырос на нем, да? Да. У тебя еще Россия, Россия на нем, да? Практически, да. На самом деле, он потрясающий артист, милец, да. Не любить его невозможно, поэтому... Леша красавец. Как тебе удалось добыть этот наряд, Леша? Кстати, не знаю, по-моему, в аренду взяли у самого Алексея. С помощью... С помощью... С помощью воровства. А, воровства. Вот его адрес. Ну что, уважаемые члены жюри, Мариночка, счастливая от того, что у нее теперь есть автограф не только Алексею Чумакову, но и Армена Хачатуряна. Да. Я хочу сказать, вы феноменально похожи, феноменально. Действительно, один в один. Как вы двигаетесь, как вы говорите, как вот это вот вступление перед все, вступление перед пением, это все было, ну, просто, ну, чумово, я бы так сказала. Спасибо огромное. Марин, что касается вступления, вообще было странно, что Алексей в какой-то момент запел, потому что он мог еще долго и долго говорить. Ну, это здорово. Это вот как раз в этот момент начинают таять сердца. Вот. Я поэтому вас поздравляю классно. Иракли, я тебе хочу пожать руку, правда. Я смотрел, как ты превратился в ребенка, восторженного падалка на этом звездном диване белом. Спасибо тебе огромное за это, потому что ты тот самый добрый зритель в девятом ряду. Просто мощнейшая, потрясающая, дружеская поддержка. Какие ты советы давал Армену? Я попросил его не делать Лешу, не плюсовать, не делать его гротесковым, не делать так, чтобы попытаться рассмешить зал. Потому что восхищение и смех возникнет тогда, когда это будет похоже. Я попросил его это, вот это самое главное, наверное, фабула. Это у нас называется у театральных актеров «Быть, а не казаться». Вот. Я своими грузинскими словами вот эту короткую вашу театральную фразу ему объяснял. А ты помнишь, как ты своими грузинскими словами объяснял со сфониатром на прошлом сезоне? Она говорит, что же у вас со связками? Боже, как же вы пить-то будете? Вы хоть что-то принимаете? Да, говорит. А что? Он говорит, кинзмараули. Вы не показали, не спародировали, а вы сыграли Лешку Чумакова. Вы сыграли этот невероятный замес, потому что если понять, что Леша болгарин наполовину, то он не Чумаков, а правильно фамилия должна произноситься, Чумаков. А мама армянка, он вообще Чумакян. И этот болгарский армянин, проживший в Узбекистане, в Самаркаде и всю жизнь мечтавший о Латинской Америке, судя по музыке. Вот этот весь замес был передан с любовью на невероятно профессиональном уровне. Это большая ваша победа, которая стала нашей радостью и праздником таким для нас. Вам спасибо, дружочек. Спасибо огромное, тем более, что за этим праздником было интересно наблюдать и нам со стороны. Тимур, ты прыгал так же, как Ираклия на звездном диванчике. Про Ираклия я хочу сказать просто два слова. Вы сейчас вспомнили про первый сезон. Одно из самых приятных сообщений, которое пришло мне на телефон однажды. Я помню, что я перевоплощался в Сергея Пенкина. Это был один из самых любимых номеров. Мне Ираклий, он был на гастролях где-то, написал «Я ору от смеха», написал мне Ираклий. Я это помню, правда. И я знаю, что Ираклий очень искренне радуется за друзей, за коллег, потому что, ну правда, бывают моменты, когда хочется поделиться. Теперь про Алексея, он же Армен. Я хотел в ответ, знаете, тоже перевоплотиться в Алексея Чумакова, но не петь, а комментировать ваш номер минут 45. Вот. Но вместо того, чтобы говорить долго, можно описать одним словом «восторг». Просто неописуемый восторг, правда. Казалось бы, хочется говорить про то, как вы здорово пели, но, наверное, в первую очередь хочется говорить о том, как это было просто идеально сделано по-актерски. Насколько это было потрясающе, насколько вы нас заворожили. Было срисовано абсолютно все. И так точно, и так вкусно. Это было блестяще. Спасибо. Гигантское вам. Восторг. Армен, ну держись. Я не знаю, когда-либо получал ли ты столько восторга и столько цветов. Но вот смотри на Марину. Мариночка. Я, помню, смотрела еще «Народный артист» с Алексеем. Я переживала за него, я волновалась. Он тогда не выиграл, но он получил приз зрительских симпатий. А это выиграл, считай. Народ его полюбил. И он действительно гениальный чувак. И когда Ираклий нажал на кнопочку, думаю, что у Чумакова такого в образе есть? Чтобы такого яркого, да, чтобы что-то схватить, да, вот. Какие-то поведенческие какие-то, он в актерском, да, каком-то. И я сейчас смотрю, да дофига всего, оказывается. И он это так вкусно сделал. И так тоненько, так точненько. Спасибо большое. А Ираклий, я тебе скажу, наверняка вот есть такой бог наставников. Он стопудово грузин, и ты ему проплатил. Это замечательный артист, который представил нам Алексея Чумакова. Это замечательный наставник Ираклий Пирскалава. И это, друзья, Армен Хачатурян. Армен, наслаждайся. Легендарная рок-группа Scorpion сдала свой последний концертный тур по России 6 лет назад. Потом 4 года назад, потом 2 года назад. Они просто-напросто не могут выбраться из нашей огромной прекрасной страны. Я думаю, секрет в невероятном количестве людей, для которых их музыка стала настоящим ветром перемен. Именно поэтому снова в Москве группа Scorpions и их фронтмен Клаус Майне. Надо сказать, что их появлению немало способствовал тандем наставника Эвелины Блёданс и ее подопечного. Итак, Scorpions, Скорпионы, рок-рокер. Я знаю, кто это сделает. Всем привет. Меня зовут Сергей Арутюнов. 27 лет. Город Москва. Я вырос в семье отца русского блюза. Папа – это лидер группы Лига Блюза. Вот я запел тоже. Перед всем этим я пробовал работать везде, где только можно, чтобы заработать какие-то деньги. Но никто не знает, что я пел его литычки, причем в том числе и группу Scorpions. И деньги бросали, значит, шанс есть. Так, Сережа, ты такой мальчик, такой хороший, такой воспитанный, такой интеллигентный. А все-таки рок подразумевает немножечко расхлябанности, немножечко наглости. Поэтому стоим, долбим, головой трясем. Я очень хочу, чтобы мой подопечный победил. Мне кажется, что именно ты сможешь принести победу в нашей паре наставника и подопечного. Сережа, можешь? Слушай, такую мотивацию я еще никогда в жизни не получал. Спасибо тебе. Давай, давай. Сделай, замочим. А-а-а! А-а-а-а! ТАЙМ! Нет. Внизу пой. ТАЙМ! Да. ИНИТС ТАЙМ! ТУ ВИН БАКИУЛАВАВАГЕННЫЙ, Нет, это никуда не годится. Во-первых, давай с тобой губы сейчас сделаем его. ТАЙМ! 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 ИНИТС ТАЙМ! ИНИТС ТАЙМ! Поехали еще раз. ТАЙМ! РОТ! Давай! И! ТАЙМ! ИНИТС ТАЙМ! Плечи не ходят! Он вот так вот стоит, понимаешь, он чуть-чуть с превосходством, а ты стоишь как сосиска. Пока что это никак. Простите, Наталька, у меня появились серьезные сомнения, что я смогу спеть эту песню, этой группы, так как это надо делать на телевидении, а не в электричке. ТАЙМ! ИНИТС ТАЙМ! Стоп, 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 подожди, подожди. Он уже, уже жестким быть, уже будь мужиком. Уже намного жестче, намного мощнее. Соберись, давай еще раз. ИНИТС ТАЙМ! Еще добавляем. Вот! Еще давай, 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 еще! Вот, добавляешь. Стоп, 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 стоп. Ты же сразу, сразу уходи в этот момент, да. Сразу пошел, сразу качаешь. Нога работает, работает. Раз, два, раз, два, постоянно, конечно. Я не отступлю, не сдамся. И я сделаю Скорпиус один в один. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 никто. Я, мне кажется, больше радовался тому, что в зале Николая Рутюнов. Я хотел просто поклониться еще раз этому великому певцу. Спасибо вам огромное. Я обожаю вас. Правда. Потому что когда у нас было засилие поп-музыки не очень хорошего качества, Николай Рутюнов продолжал культивировать в наших соотечественниках любовь к настоящей музыке и показывал своим примером, что можно на русском петь блюз ничуть не хожу. Браво вам. Огромное спасибо. А теперь Сергею. Дело в том, что эта особенная песня для каждого мальчишки была во всяком случае в моем детстве. Знаете почему? Потому что на дискотеках, если звучало I'm still loving you, это гарантировало то, что ты будешь танцевать со своей партнершей в два раза дольше, чем под обычную песню. Да, это точно. Мы ждали ее все, как ни одну другую песню, потому что I'm still loving you длилась очень долго. У нее было длинное вступление и потом длинное развитие. И вот держать в руках девочку, которая тебе так нравилась, было так важно. Да, 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 Тимур, знаешь, я прости, но вот в моем детстве такой песней был отель Калифорния. Да. Понимаешь? Это тоже был длиннейший. Я понимаю. Ради бога, прости, а можно я тогда скажу, под какую я танцевал? Давай. Я знаю. Из полей он носится печаль. Это понятно. Ни у кого и сомнений не было. Ну ладно. Гораздо сложнее под нее медляк, конечно. Вот именно, Марина, спасибо большое. И с этой песней связана моя личная история. Мне было, наверное, лет 17, это был первый курс института. И мы поехали в один такой молодежный лагерь в Самару. И я тогда впервые влюбился. И это было просто настолько неожиданно и настолько сильно. Это была самая настоящая любовь с первого взгляда. Если бы это не произошло, я бы никогда о ней не узнал. Потому что в течение буквально нескольких минут я понял, что со мной происходит что-то совершенно необъяснимое. Я не испытывал ничего подобного никогда. И вечером, когда мы уже познакомились с этой девушкой, мы проболтали всю ночь, а параллельно внизу, это был последний день, шла дискотека. Мы говорили, говорили, а я не хотел ее отпускать. Мы просто говорили обо всем абсолютно. И единственный раз, когда я прервал наш разговор, я сказал, пойдем потанцуем, когда зазвучала I'm Still Lovin' You. Я понимал прекрасно, что разговаривать с ней гораздо, возможно, приятнее, но мне так хотелось смешать эти ощущения детские свои с долгожданным танцем под I'm Still Lovin' You с человеком, который просто снес мне башню на все 100%. И это был самый, наверное, трогательный, самый волнительный танец в моей жизни. Потому что, ну вот извините за, может быть, это странные подробности, я в этот момент жевал жвачку. Ну, когда мы пошли вниз, естественно, ты волнуешься, так, все нормально, от меня хорошо пахнет, все хорошо. Я взял жвачку в рот, и к концу нашего танца она исчезла. То есть я ее не проглотил, она мне растворилась во рту. Настолько я был горел... Ну, серьезно, у меня горело просто все. У меня язык расплавил жевательную резинку. Тимур. Да. Вот я не сентиментальный человек, но я плакал сейчас. Ком в горле. Но я хочу Сергею сказать, браво за блестящий вокал. Безумно приятно слушать человека, который умеет круто, прям вот круто петь. Спасибо. Шикарный вокал. Спасибо. Я очень ждал всех вот этих моментов узнаваемых, которые, естественно, в этой песне изучены от А до Я. И мне показалось, что это прям было попадание стопроцентно. Спасибо большое. Это было мнение члены жюри Тимура Родригеса. Одним словом скажи, это было один в один. Мне кажется, что да. Да, спасибо. Сегодня мы все отражаемся в блестках Марины Мощеряковой. Вам слово, Марина. Вы потрясающе пели. Особенно сложно, когда ноты повторяются. Та-та-та-та. Вот это вот всегда очень сложно тонировать. У вас была предельно чистая интонация. Прозрачный такой вот, знаете, при этом в этом голосе есть такая вот какая-то скрытая сексуальность. Поэтому рок-фор-эва. Ох, сказала оперная дива Мещерякова. А Марин, скажи вот так. Огромное спасибо, Марина. Спасибо. Ну вот ты, как оперная певица, на какой музыке ты росла? Ну что ты обожала в детстве? Ты же еще не знала, что станешь? Жизнь, тетка Лина, в поле у ручья, парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду. Не могу открыться, слов я не найду. Не могу открыться, слов я не найду. Друзья, только что вы услышали перевод песни «Скорпионс» от Марины Мещеряковой. Марин. Ну, я не думала, что так вечерок обернется. Родригес, забирай свою жвачку. У меня был на первом курсе мальчик, который увлекался рок-музыкой. Ох, пошли воспоминания. И всю дорогу мы слушали, это, ACDC, Металлика, это вот все. И я переехала к бабушке. И эту всю вот эти кассеты, я это все притащила туда. И когда это все врубалось, и я это начинала подпевать в наушниках, это же Ор, Высший Гор. И бабушка говорила, а на зубы. Это на зубы, ну, когда болят зубы, а на зубы, чтобы ты так орала. И «Скорпионс» сказала, с этих поспокойнее, включи которые. Сегодня, Сережа, вы исполнили один в один. Это сложнейшее исполнение, правда. Низкий поклон. Спасибо, и опять же, спасибо за воспоминание. Спасибо. Итак, Юрочка. Вот у меня тоже девушка была. Я ее очень любил. Медсестра. Так уколы делала. Слушайте, вы такой хитрый артист, Сережа. Вы так спели, что я и понять не могу, это вы так хорошо поете или он так хорошо поет. Потому что это было так убедительно вот само по себе, что чем дальше вы пели, тем больше я забывал. И я все время... А как же этот Клаус-то, Майне? Как этот поет, этот... И был ли он вообще, этот Клаус-Майне? Вообще, и при чем тут Клаус-Майне? Такая песня красивая, такой голос у парня потрясающий. Я так и не знаю, что сказать, кроме того, что, наверное, это было потрясающе, и вы это сделали великолепно. Спасибо. Сережа. Я хочу просто сказать огромное спасибо с уважаемым, самым-самым уважаемым членом жюри, которым я всех уважаю, всех видел, слышал. И, Юрий, мы всей семьей много-много лет ваши гигантские номер один фанаты. А теперь у вас есть еще один фанат, это я. Вы, мы всегда говорили, пап, вот и мама рядом, не соври, мы всегда говорили. Стоянов, Киев. Ну, это потрясающе. Юрочка. Спасибо, ребят, спасибо. Ну, что ж ты не сказал-то, что здесь еще и мама? Ну, давайте поаплодируем мамочке. Леночка, ну, встаньте. Мы вас поздравляем. Какое счастье, что у вас не просто такой талантливый сын, но еще и такой теплый, такой душевный, такой искренний мальчик. Друзья, какое счастье, что шоу «Перевоплощение один в один» объединяет семьи. К нам приходят просто вместе со своими друзьями, мамами, папами. Объединяйтесь и вы, обвините друг друга. Скажите друг другу хорошие слова. Так давай уже обнимемся, Сашка. Бабай, Игорь! Ну, ладно, 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 прости, у меня тоже слеза. Давайте поаплодируем Евелине Блюденс, она наставник нашего артиста. Давайте скажем спасибо Клаусу Майне. И, конечно, Сергей Арутюнов. Браво. Игорь, ну что нам делить, честное слово? Саша, это была минутная слабость. Все, она закончилась, мы идем дальше. Ладно, это шоу «Перевоплощение один в один». В этом году не стало великого композитора Мишеля Леграна. За свой творческий путь он написал более 200 песен кинофильмов. Но его самой известной мелодией, пожалуй, стали, конечно же, «Шербургские зонтики». Поработать с ним мечтал каждый исполнитель и музыкант, но повезло единицам, в том числе непревзойденной Тамаре Гверцетелли. И после их концерта зал искупал дуэт просто в невероятных овациях. Легран много раз пытался выговорить фамилию Гверцетель, Гверцетель, но так и не смог, после чего махнул рукой и сказал просто «Запомните это имя Тамара». Именно ее выступление мы увидим прямо сейчас. Но сначала давайте узнаем, кто работал над этим перевоплощением. Тамара Гверцетелли. Песня «Мамины глаза». И я думаю, что я знаю, кто может справиться с этим образом. И с этой песней. Всем привет, меня зовут Ева Власова, мне 31 год, я из города Ноябрьска. Родители у меня поют, но я никогда не думала, что я свяжу свою жизнь с музыкой. А потом так получилось, что я начала просто напевать свои любимые песни, и мои друзья стали замечать, что я хорошо пою. Наверное, тогда я поняла, что это мое. Ева, как ты представляешь себе Тамару Гверцетелли? Мне кажется, что она вот такая вот нежная и очень-очень скромная. Она не суетится никогда, она не делает очень много резких движений, чувство достоинства и интимная интонация для этой песни. То есть поначалу попытаться сдержать себя, ну а затем уже дать возможность почувствовать себя Тамарой Гверцетелли. Мамины глаза, как жаль, что не показалось, вам нельзя. Если ты будешь просто схематично пытаться повторить ее руки, ноги и прочее, то это получится, знаешь, такая, знаешь, неестественная пластмассовая модель. А нам нужно создать образ. Мой сын, мой цветочек, мой бутон. Эта песня, она личная для меня, потому что, ну, моя мама жива, а мама моего мужа не стала, и поэтому она вызывает у меня вот такие эмоции. Но на сцене плакать не надо. Я, конечно, переживаю, что когда настанет время выступления, что я могу расплакаться, но постараюсь сдерживать эмоции. Мой сын, мой цветочек, мой бутон. Смотри, первое, что у тебя не то, это губы. Мой сын. Чуть-чуть врастяни. Мой сын. Нет, это ты чересчур, что ты? Прям какой-то клоун уже получает. Я постараюсь. И еще один момент. Она смотрит всегда перед собой, да? Усни, родной. Усни. Вибрация пошла. Усни, усни, родной. Да. Я очень надеюсь, что я соберу все свои эмоции, я соберу весь опыт, который мне дали здесь мои наставники, и я достойно покажу образ Тамары Гартстелли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МОЙ СЫН АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой-ой-ой, не плачьте только, мамины глаза, мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей и прощаться, не прощаться, мамины глаза, как жаль, что не показать вам нельзя. Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей и прощаться, не прощаться, мамины глаза, как жаль, что не показать вам нельзя. АПЛОДИСМЕНТЫ На сцене шоу «Бюро влачения» один в один народная артистка Грузии и народная артистка России Мара Гверцители. АПЛОДИСМЕНТЫ Ева, классно. Елочка, ну что вы плачете? У вас же, по-моему, всё получилось. АПЛОДИСМЕНТЫ Эта песня, она очень тяжёлая. АПЛОДИСМЕНТЫ И исполнять её было тяжело. Моя мама сегодня в зале, поэтому... АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы души, желаем вашей маме и всем мамам здоровья, энергии, долголетия. Всем мамам. АПЛОДИСМЕНТЫ И есть какая-то стена, которая защищает нас. Потому что, когда эта стена падает, мы становимся беззащитными. Мы приближаемся к чему-то очень грустному. Вот дай вам Бог, чтобы ещё много-много десятилетий ваша мама присутствовала на ваших концертах. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте представим вашего наставника, Вадима Казаченко. АПЛОДИСМЕНТЫ Вадик, что ты можешь сказать Еве после исполнения? Ева, большая умница, большой молодец. Она у нас сделала всё, о чём мы говорили сегодня, и у меня к Еве совершенно нету никаких вопросов. Ева, поздравляю. Хорошо, сейчас мы узнаем, есть ли эти вопросы у членов жюри. Марина. Тамара Гварцители – это одна из уникальных певиц. Потому что она не только работает в эстраде, она поёт также «Пуленко», «Человеческий голос» в «Геликоне». Это потрясающая её работа. Я очень люблю эту певицу. Я хочу сказать, что песня меня очень трогает, потому что у меня полтора года мама ушла, и это очень такая, знаете, особенная. Ты себя начинаешь жить по-новому. Ты себя ищешь уже не как дочка, а уже ищешь как совершенно самостоятельный человек. Потому что пока мы связаны с родителями, мы их дети. Поэтому берегите своих родителей всегда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я закончу, просто хочу сказать. Понимаете, у Тамары такое вибрато, оно настолько узнаваемо. Она прямо в самое сердце проходит. Поэтому немножечко мне не хватило вот этого. Чуть-чуть многовато его было. Вы знаете, вот это вот ха-ха-ха, вот это чуть-чуть его многовато. Её голос очень сложно копировать. Но вы внутренне, вы внешне очень были похожи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Марина. Спасибо тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Тимур. Я, знаете, чем восхищён? Тем, что вы смогли сдержаться до самого конца. АПЛОДИСМЕНТЫ Это было очень сложно. Я знаю, у меня была очень похожая история. Ещё до того момента, когда в России запустился проект «Один в один», меня пригласили участвовать в подобный проект в Украине. И мне достался образ Шарля Азнаура, которого я обожаю. И это был единственный, наверное, на тот момент первый серьёзный номер в моей жизни. Потому что мы играли номер про войну. И был такой момент, когда я понял, что я не могу себя контролировать. То есть я не то что выпал из образа. Мне было сложно произносить слова. И я не понимал, как мне себя обуздать в этот момент. Перестать рыдать в этот момент. Как мне перестать трястись. И я не смог с собой собладать. То есть я в конце песни просто реально думал, что сейчас у меня выпадет микрофон из рук. То есть ваше самообладание сейчас это очень-очень высокая планка. Потому что сдержать слёзы и не позволить их себе во время песни, и я считаю, что заслуживает просто громогласных оваций. Спасибо. Спасибо, Марин. Я понимаю ваше состояние, потому что сложно сдержать эмоции. Похоже быть ещё на Тамару Гварцители и ещё донести это до зрителя. Но мне не хватило чего-то. Я пыталась вас услышать. Но мне чуть-чуть не хватило, правда. Спасибо. Ну вы прекрасны. Спасибо за искренность, Марина. Приятный голос. Спасибо. Юр. Милая Ева, ваша слеза – это слеза в обстоятельствах конкретных. Но запомните, как только начинает этот ком горлу подходить, ни в коем случае не занимайтесь тем, что будете говорить себе. Я не заплачу. Заплачете сразу. Ваша задача была думать только о Гварцители. Как это я сейчас не кощунственно скажу, а не о маме? Чем больше вы думали о своей маме, тем больше дрожал вас голос. Вы были растроганной очаровательной женщиной с очень красивым личным голосом. И поскольку эмоции захлёбывают, чуть-чуть зажимается гортань и исчезают что? Низы. А Гварцители – это очень мощный ещё низ. Чувствуется там ресурс очень большой. И душевный, и голосовой. И этого низика вам не хватило. И вам пришлось сесть на тремолу. На вибрато это. Но это разговор сейчас на равных. Разговор двух профессионалов. Не мэтра и учителя, а вашего равноценного партнёра, который бы облажался в сто раз больше, чем вы. А вам огромное спасибо. С чем мы вас точно поздравляем? С тем, что на глазах у всей страны вы сейчас объяснились в любви своей маме, которая, я уверен, счастлива. Да. И благодаря вам мы все сегодня объяснились в любви нашим мамам. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я думаю, что ко мне присоединятся и мои друзья, коллеги, члены жюри, много уважаемых зрителей. Позвоните родителям, позвоните маме. Вот прямо сейчас, в ближайшем перерыве. Но ни в коем случае не выключайте шоу перевоплощений «Один в один», потому что здесь настоящие эмоции, талантливые, прекрасные люди, которые желают вам, если слёзы, то только от счастья и хорошего настроения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, мы продолжаем, и вы смотрите шоу «Один в один». АПЛОДИСМЕНТЫ За свою успешную карьеру легендарная актриса и певица Шер удостоилась самых главных наград. Оскар, Грэмми, Эмми, три золотых глобуса. К сожалению, ни одной премии «Песня года». Но ничего, всё ещё впереди. И сегодня Шер берёт ещё одну новую высоту. На этот раз в шоу «Один в один». О, дива всех див, моя любимая Шер. Как же я рада. Я открывала битву сезонов и воплощала в жизнь образ моей любимой Шер. Ух, какой же мне нужен участник. Конечно, такой же красивый и талантливый, как я. Здравствуйте, меня зовут Богдан Швалов, мне 21 год, я из города Санкт-Петербург. В детстве мама обнаружила у меня творческие способности и я дала петь фор. Мой папа, он не признавал мои вокальные какие-то способности, мои интересы в музыке и не очень это принимал. Когда я был маленький, он ушёл от нас с мамой, бросил нас, вот поэтому мы остались вдвоём. С тех пор мы не виделись. Извините. Мне хотелось бы, чтобы мой отец увидел моё выступление, увидел, как я живу на сцене, как веду себя. Может быть, поменял бы своё мнение, захотел бы увидеться, узнать обо мне что-то, меня в первую очередь тоже. Давай, танцуй, двигайся. Ну, давай, давай, давай. Ещё, ещё. Ты что, ты будешь стесняться, у нас с тобой ничего не получится. Ты меня сейчас стесняешься? У нас сегодня конкуренты очень серьёзные. Градский, Гварцители, Алексей Чумаков, все крутые вокалисты, все такие серьёзные, глубокие. Поэтому ты можешь выиграть, только если подаришь праздник, фантастическое шоу. Должны подарить море счастья, чтобы все окунулись в твоё счастье, с которым ты уже выйдешь на сцену. И тогда у тебя будет шанс победить. Я не шер всё-таки, поэтому так же спеть нелегко с первого раза. Ну, я надеюсь, что общими усилиями мы всё-таки сможем добиться максимально похожего результата. У неё как будто бы там вареник застрял в горле. Вот такой вот звук. ПОЕТ ПОЕТ Повтори за мной. ПОЕТ Нет, это ты поёшь как Богдан, а я прошу, давай сейчас как пылесос затягивай. Как будто ты звук тянешь в себя, как будто у тебя здесь что-то застряло. ПОЕТ Туда, туда, челюсть зажми. ПОЕТ Как будто всё поёшь внутри, ничего сюда. Она женщина всё-таки, я мужчина и таких экспериментов я ещё как бы не стрёл над собой. Мне сейчас нужно, чтобы это было чуть более женственно. Расслабься, пожалуйста, выпрями спину, как бодибилдер на каблуках. Слишком накачанный, давай. Вот, собрался. И спокойно пройди вперёд. Да, здесь. И птичка полетела. Ужас. Это кошмарно. Богдан, это кошмарно. На репетиции пока это, конечно, всё выглядит сыро и смешно даже немного. Аня там иногда подшучивает надо мной. Но нужно собраться всё-таки и передать именно образ Шер без шуток, чтобы это было именно серьёзно и чтобы никто даже не заподозрил, что это кто-то другой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Агурбаш Мужчины ты сделал просто невозможно Я тебя люблю Богдан вообще смелый парень Во-первых, как он вмонтировал в свою голову две бобины по бокам Посмотрите, да? Ну а откуда звучала музыка? Ну хорошо, хотелось бы услышать наших членов жюри Мариночка Во-первых, внешне вы очень похожи И по мимике, и по пластике Чуть-чуть пережимали вот этим, значит, горловым звуком Да, такое было ощущение немножко... Я понимаю, что это сложно ее Но тем не менее, если мы говорим уже о точности Да, вот чуть-чуть был пережим в этом плане А так мне понравилось просто классно Когда я готовила Богдана к номеру, я ему сказала Так, сейчас ты без пластического грима И самое главное, без вот этого безумного парика Потому что когда на тебя это все наденут У тебя будет только одно желание, чтобы он не свалился с головы Поэтому, может быть, вы говорите о зажиме Здесь все может зажаться Тимур, во-первых, я знаю, что такое переодеваться в женщину Слава богу, только благодаря этой программе Вот, во-вторых, я знаю, что такое переодеваться в шер В конце концов, потому что у меня это было Богдан прекрасно уловил какие-то яркие фишки шер, которые сработали на сто процентов Например, ты помнишь, как ты пел шер? Я пел другой... У меня, знаете, какая есть любимая песня шер, которая так и не спел в один-в-один У нее есть песня... Подожди! Спой! А кто сказал, что ты не спел? Вот твой шанс! А что же мы будем говорить о том, чего у нас не было? Дорогие друзья, у нас на сцене шер и ее шеренок Шеренок Шерочка-смошер! Шерочка-смошерка! С чего началось второе пришествие шер? После затяжного периода она же вернулась с новым звуком, с новым имиджем И в первую очередь повлияла на успех использования старых фишек, которые еще использовали тысячу лет назад Использование автотюна Объясни, объясни людям, что это такое Автотюн — это когда голос... Обалдеть! Это оказывается, вот кто поет за шеренок Я просто... У меня нет автотюна, у меня просто денег было жалко И я понял, что нужно самому выучить Да ты красавец! Спасибо большое! Спасибо! Как номер-то все-таки? Один в один или нет? Я хочу сказать, что это правда очень тяжело Здесь вопрос не в том, что сложно переодеться в женщину Бывают такие костюмы, в которых невозможно, так скажем, физически не переживать серьезнейшую, я бы сказал, адскую боль Когда ты мужчина, есть определенные нюансы на Богдане боди С таким боди хочется петь только наверху А нужно петь совершенно другую песню Мы с Богданом это обсуждали тоже перед выходом Я говорю, держи себя в руках, пой спокойно Поэтому, когда Богдан вышел в таком костюме и сделал I don't need... Это было очень-очень эффектно В целом, номер был очень красивый и отработал Богданова здорово Спасибо большое! Спасибо большое! Марина Пидунки Атмосферно, ярко Он это легко сделал, я удивляюсь, как он не шабарнулся вообще Как он двигался легко Я так думаю, это надо настолько шер любить, чтобы так передать И вот, да, 21 год человеку, казалось бы, секс-то только начинается Он передал, да, именно вот эту вот матерость Сексуально 70-летней женщины, ты имеешь в виду? Матерую, матерость вот эту всю женскую, как бы такую, опыт Вот этот вот весь И яркий, и легкий, и очень атмосферный Умница! Спасибо большое, Марина Юрий Стоянов Я завидую человеку, у которого не может еще быть мастерства Ну, просто по возрасту Я завидую его интуиции, чувству меры, вкуса Что его никуда не повело В такой опасной штуке Мальчик играет девочку Вот как это, вот артист, он же не может двух секунд устоять на этих каблуках Вот сейчас вот стоит, его ведет все время Как будто он поддатый Вот все время Он то его туда, или парик его клонит Но в номере это же было, ну, абсолютно безукоризненно Это было женское обаяние Спасибо большое Это была женская пластика В этом не было никакой ряженности Никакого упоения Это была абсолютно актерская работа И актерская работа, это когда мужчина играет женщину А ты не хочешь на его месте представить женщину Так хорошо он это делает Вот это тот самый случай С актерской точки зрения Я вам просто завидую Я в 21 год в подметке вам не годился Спасибо, уважаемые жюри Это была Шер Это Анжелика Гурбаш, наставник И это Богдан Шувалов Присаживайтесь, пожалуйста, ребята Страсти накаляются Вы смотрите шоу один в один Ее имя на афиши автоматически означает солдал То есть заполнено до отказа Она практически не появляется на телевидении Ее мечтают заполучить самые лучшие интервьюеры страны Но сегодня она выйдет на эту сцену И все благодаря нашей следующей участнице И ее наставнице Анастасии Стоцкой Демфира Это очень сложный образ Но я постараюсь найти участника Который сможет воплотить его Надеюсь, что мы справимся Здравствуйте, меня зовут Ольга Шитова Мне 28 лет Я из города Пытьях С детства моей мечтой было стать певицей Мои родители отговаривали меня от того, чтобы я занималась музыкой и вокалом Я сама поехала в Санкт-Петербург Поступила в Университет культуры и искусств Я оплачивала учебу самостоятельно Первые годы обучения в Санкт-Петербурге были непростые Как раз в тот момент я слушала Демфиру очень много Мы гуляли там по облакам Притворились лондонские дожди Оль, Демфира, попробуй, напой Мне приснилось небо Лондона Ты очень такая солнечная У тебя вот эта улыбка, зубы, как у меня, да, такие Очень красивые, крупные У нее это все более прикрыто Вот старайся убрать Я поняла, что это непросто Непросто будет исполнить ее песню Мне приснилось небо Лондона Не, 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 не У нее движения такие ломкие Она такая угловатая В нем приснился долгий поцелуй Нет Ну что же вы так сразу? Попробуйте сейчас именно из комфортного для вас состояния Такой жизнерадостности Перейти в некомфортное для вас состояние Ну, некого такого налета пессимизма Сложно, конечно же, переключаться с одного настроения на другое В нем приснился долгий поцелуй Смотри, у меня губки вообще практически неподвижные Она такая вся расслабленная Мне приснилось небо Лондона В нем приснился добрый поцелуй Мыгуль, видишь, она все время, я тебе не просто это показываю Она все время резкая, у нее смена состояния, смена событий Как погода она меняется И ты должна это сделать Я очень надеюсь, что телезрителям и зрителям понравится выступление И надеюсь, что у меня получится войти в образ Земфиры Мне приснилось небо Лондона В нем приснился долгий поцелуй Мы летели вовсе не держась Кто же из нас первый упадет В дребезги на Тауэрский мост В дребезги на Тауэрский мост Зверь-одиночка Промахнусь, вихнуть ночью не заметит никто Все тот же зверя-одиночка Я считаю шашечки До последней до точки побежали летать Все остеты неimated На рам-ди-ра-нона На рам-ди-ра-нона На рам-ди-ра-нона На рам-ди-ра-нона Мы гуляли там по облакам Притворились лондонским дождем Моросили вместе на асфальт Но утром Я узнаю утром Ты узнаешь позже Этих снов дороже Ничего и нет Без таких вот звоночков Я же зверь-одиночка Промокнусь, я вновь с ночью Не заметит никто Все тот же зверь-одиночка Я считаю шажочки До последней до точки Побежали летать Народира, нану Народира, нану Народира, нану Мы тебя приглашаем на сцену Что скажет наставник? Олечка, это совершенно другой психотип человека Это совершенно другое лицо Это огромные зубы Такие как у меня Макродентия это называется Как это называется? Макродентия А я вот думаю Почему мне все это И верник с макродентией Вот Тимур тоже с макро Подождите, а что вы хотите С макродентией? Я микродентист Ты довольно микродентичен, Саша У нее огромные глазки Она такая улыбчивая Светлая, открытая Женственная И конечно же было очень непросто И подача у нее очень открытая Не такая прикрытая, как у Земфиры На мой взгляд, ну не все получилось Но ты все равно умничка Я тебя поздравляю Спасибо Давайте послушаем мнение членов жюри Давайте, это правильно Тимур Оля прекрасно владеет своим голосом Очень красиво поет Спасибо большое за ваше чудесное пение Спасибо Иногда даже у тех, кто подготовлен абсолютно идеально Бывают такие моменты, когда ты чувствуешь по-своему А выглядят со стороны совершенно иначе Поэтому я благодарю вас за прекрасный вокал И за трепетное отношение к музыке, которую вы исполняли Спасибо Марин Я вот слушала ваш номер У меня было чувство Сколько все-таки у нас талантливых людей Вот просто одно удивление Безумно талантливых людей И вы одна из них Мне очень понравилось ваше выступление И ваше чувство одиночества Которое свойственно Земфире И вот это как люди, которые в метро Да, вот они вроде в обществе И все, так сказать, жизнь идет Но больше всего ты именно чувствуешь там себя одиноко Поэтому это чувство очень передалось Я вас поздравляю, мне очень понравилось Ты по пластике Спасибо большое Ух ты, вот так Марина Хридонкова Сейчас, наверное, какие-то прописные истины Буду актерского мастерства говорить Это психофизический процесс, да? Немножечко ваше движение Ваша физика существовала отдельно От того, что вы делали Но если вы что-то свое, наверное, подложили Да, вот какую-то свою философию Может, вам проще было бы Понимаете, ее сложно этим фиру делать Это действительно волчонок Вот вижу здесь, да, вот этого лучезарного человека И я понимаю, что для вас значит Это, ну, я не знаю, как для меня, что сыграть Офелию, да Но хотя трактовка может быть разной у режиссера Это заявка на роль, уважаемые режиссеры Я иду на этот спектакль Юрий Стоянов Мы же все не сказали о главном Ведь вы феноменально на нее похожи сейчас В этом гриме Невероятно Спасибо гримерам Нет, неправда Не гримерам Гимерам и вам На горшок грим не наденешь Его надевают на живого человека Который в это время дает повод Вы же вместе работаете Вы как-то так начинаете смотреть Как-то так реагировать Опа! И они поймали эту морщинку Эту складку Вы опустили чуть ниже парик Это совместное творчество Не умаляйте своих заслуг Они у вас есть У вас действительно потрясающий голос Разве мы можем сказать Это была не Земфира Нет Умница вы Садитесь с хорошим настроением Спасибо большое Спасибо Это была Земфира Наставник Анастасия Стоцкая А представила нам Земфиру на сцене Ольга Шитова Ольга, спасибо Настя, спасибо Это были все преображения на сегодня Чуть позже За кулисами участники Перевоплотятся Уставших, вымотанных людей Но пока этого не произошло Давайте посмотрим Главное таинство проекта Как создавался Пластический грим У меня такое ощущение Что это мое второе лицо С которым я больше никогда не расстанусь Хочется говорить по-грузински Мам с папой меня не узнали Значит, все сработало Я боюсь, что из-за этого силиконового подбородка У меня просто не будет открываться челюсть На моем выступлении Я лучше Чумаков на свете Ну что ж, друзья Настало время выбрать победителя Сегодняшнего выпуска Уважаемые жюри Вам нужно выставить Участникам баллы по принципу евровидения От 4 до 12 баллов За исключением 11 Начиная с наименьшего балла И так по возрастанию Пожалуйста, Юрий Николаевич Да В рамках формата Мы не считаем, что это будет нарушением Но впервые за все время существования Этого проекта У нас Мы вносим такое изменение Не хочу сказать, что это революционное изменение Но для нас, для членов жюри Очень важное А это такая проверка на объективность Не нашу А наших замечательных наставников Что это значит? Очень просто я веду Мы прочитаем вам Наши оценки Вот они Мы не можем их корректировать Никак Они выставлены Только после того Как будут розданы все пятерки Мы не хотим, чтобы наши оценки Повлияли на то, как моментально Участники начинают корректировать Свои предпочтения Какая интересная ситуация Возникает прямо сейчас Но это неожиданная интрига Она потрясающая Ну что же, друзья Хотим напомнить, что у вас есть возможность Отдать свою пятерку Тому участнику, которого вы считаете Ну, необходимо поддержать Итак Виталий Гагунский, Маша Кольцова Она же Бритни Спирс Пожалуйста Кому вы отдаете свою пятерку? Браво, жюри Браво Мне нравится, что этот сезон Один в один превращается в настоящий праздник Творчества, таланта и любви И благодаря нашему жюри И благодаря нашим фантастическим участникам Которые просто дарят незабываемые эмоции Маш, ты справилась блестяще И послушай свое сердце И отдай свою пятерку Спасибо большое за теплые слова Я внимательно смотрела каждого участника И действительно, это очень сложный выбор Но я всегда в своей жизни поступаю Только так, как говорит мне мое сердце И мое сердце сегодня выбрало Шер Спасибо тебе Спасибо большое Анжелика и Богдан Я отдам свой голос Бритни Потому что она и пела, и двигалась И это действительно очень непросто Постоянно танцевать И в то же время вокально именно повторять Иракли Перцхалава И его подопечный Алексей Чумаков Он же Армен Хачатурян Юрий Николаевич и уважаемые жюри Спасибо вам за эту засаду, которую вы нам устроили Хитро И действительно ведь Честность, искренность Это важно для нас, для всех Потому что Да, есть ведь интриги В нашей сфере И иногда нам они видны, телезрителю нет И благодаря вам Сегодня они будут видны и телезрителю Иракли Это был шикарный тост Да Так улыбнемся за наши сферы Ну, голосуй сердцем, дорогой Давай На мой взгляд, наверное, все-таки Скорпиус Спасибо большое Спасибо Пожалуйста, Эвелина Ледонс И Сергей Арутюнов Я знаю, кто Мне кажется, должен сегодня победить Армен Армену Хачатуряну Арутюнов вручает пятерку Спасибо огромное Спасибо, Сережа Сергей Пенкин и его подопечный Солец группы ЭЛА Фарум Захиров Это Авраам Харахам До сих пор у меня в ушах звучит одна музыка И красивая девушка Хочу передать пятерку Бритне Спасибо Мне кажется Вадим Казаченко Тамара Гварцители Ева Власова Хочу сказать огромное спасибо всем, кто Все это сделал И я счастлива Я не расстроена, почему Потому что мне Посчастливилось на этой сцене Выступить перед вами Перед вами, зрители Спасибо большое за поддержку Вот Я хочу отдельно сказать, Шер Что я просто Все последующее время В женском роде к ней обращалась Потому что иначе никак не получается Супер Я в восторге Но я хочу отдать свой голос Земфире За Смелость И за то, что она сделала То, что сделала Земфира Мои пять баллов Ольга Шитова и Анастасия Стоцкая Получают от вас пятерку И Земфира Девочки Спасибо большое всем Хочу сказать Никогда не думала, что я так соскучусь по собственной себе Вот И Наконец-то могу улыбаться Да Потому что уже Вот близится финал И хочу сказать Что Мне очень понравилось выступление Группы Скорпионс И, конечно же, мой голос тебе Сергей Арутюнов получает Еще одну пятерку Чудесно Спасибо Юльская Началова И Александр Градский Это Татьяна Скорпион Какие же безумно крутые все Здесь сидящие Спасибо вам большое Спасибо всем организаторам Конечно же Ну, собственно, Леша Чумаков Леша Чумаков Спасибо большое Интрига так интрига Все наоборот Вот сначала Сегодня наши Замечательные участники Отдали свои симпатии Друг другу В виде пятерки Им аплодисменты Возвращаемся к жюри Марина Мещерякова Четыре Татьяна Скориднева Александр Градский Пять Ольга Шитова Земфира Шесть Ева Власова Тамара Гверцители Семь Мария Кольцова Бритни Спирс Восемь Аврам Карахан Ялла Девять Богдан Шувалов Шер Десять Сергей Арутюнов Скорпионс Двенадцать Алексей Чумаков Армен Качатурян Спасибо большое Это были оценки Марины Мещеряковой Тимур Родригес Это страшное чувство Которое я испытываю В конце каждой программы Оно стоит того Чтобы посмотреть На каждого из вас Порадоваться Попереживать Потому что это было Очень талантливо Спасибо вам всем Большое Четыре Татьяна Скориднева Александр Градский Пять Ольга Шитова Зимфира Шесть Ева Власова Тамара Гверцетеля Семь Аврам Карахан Фарух Закиров Восемь Богдан Шувалов Шер Девять Сергей Арутюнов Десять Я хочу поставить За самый сложный Я считаю Физический сегодня Номер Марии Кольцовой Маше Это было Очень сложно Я знаю И двенадцать Получает Армен Хачатурян За абсолютно Идеальный Номер Алексея Чумакова Это было Безупречно Спасибо большое Спасибо Это была оценка Тимура Родригеса Марина Федонки Четыре балла Татьяна Скориднева Александр Градский Пять баллов Ольга Шитова Зимфира Шесть баллов Ева Власова Тамара Гварцтель Семь баллов Авраам Карахан Ялла Восемь баллов Мария Кольцова Бритни Спирс Девять баллов Богдан Шувалов Шер Десять баллов Армен Хачатурян Алексей Чумаков Двенадцать баллов Сергей Арутюнов Скорпионс Так Не все так просто Очень интересно Развивать события Юрий Николаевич Дорогие ребята Спасибо вам огромное За те Профессиональные уроки Которые вы мне Не устающему Удивляться Человеку Преподносите Как много еще Я не умею в этой жизни Того чего умеете вы Спасибо вам за это АПЛОДИСМЕНТЫ Четыре балла Татьяна Скаринева Александр Кратский Пять баллов Ольга Шитова Небо Лондона Земфира Шесть баллов Ева Власова Тамара Гварцтель Семь баллов Авраам Карахан Ялла Восемь баллов Мария Кольцова Бритни Спирс Девять баллов Замечательный Богдан Шувалов Шер Сережа Арутюнов Тебе я ставлю Десять баллов Потому что у меня нет Двух двенадцати Спасибо большое За скорпионс АПЛОДИСМЕНТЫ И получает Абсолютно привычные Для Алексея Чумакова И пока такие радостные И новые для Армена Хачатуряна Двенадцать баллов Спасибо огромное Спасибо Это были оценки членов жюри Победителем Сегодняшнего выпуска Шоу Перевоплощений Один в один Становится Армен Хачатурян Который представил нам образ Алексея Чумакова Но это еще не все Дорогие друзья Уважаемые наставники Вам нужно прямо сейчас Подойти к заветной кнопке И узнать какие образы Достанутся вашим подопечным В следующей программе АПЛОДИСМЕНТЫ Юречка Начало АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак Шококер Прекрасно Это прекрасно Итак Посмотрим Кого Для Вадима Казаченко Выбирает Наша кнопка Прошу Базик Жанна Гузарова Настя Стовски Леди Гага Сергей Пенкин Валерия Бацинский Анжелика Гурбат Это группа Роксет Мария Фредриксон Так Виталий Гагузский Смотри как Виталий Долго Держит кнопку Посмотрим Посмотрим Ооо Вактанг Кобидзе Тевелина Блёдбис Оп 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 Надежда Бабкина Отказалась на это Ну что Дорогие друзья Человек который Из программы В программу Поставляет нам Победителей Иракли Пирцхалава Ираклий Рома Спасибо большое Старая гитара И горячий год И закатное И закатное вино Медленно листаю Книжечку стихов В тени Лишь об одном Между строчек Замечаю Как скучаю По тебе По нежной красоте Твоей Той что наполняет Новым смыслом Каждый день И все вместе Часть Это когда Ты без звонка Можешь войти в мой дом И в любовь мою Знаешь что всегда Наверняка Даже когда не жду Я тебя люблю И здесь очень простые слова Друзья мои Вместе Запахами бриза Музыками век И цветущую луну Ты вошла без вид Поселила сердце Даже если не со мной Южный берег Ты открыла Не закрыть его теперь На нереальной высоте Звезды и планеты Освещают путь тебе Путь ко мне Счастье Это когда Ты без звонка Можешь войти в мой дом И в любовь мою Знаешь что всегда Наверняка Даже когда не жду Я вас всех люблю во-о-о-о-а Сcasting С typing Теперь вы, друзья мои Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! Оставайтесь с нами ровно через неделю. Друзья, это народное шоу «Один в один». Увидимся через неделю.